Эпидситуация на Ставрополье продолжает стабилизироваться. За минувший день выздоровели еще 147 человек. Это один из наивысших показателей за весь период. Актуальные данные сообщил губернатор Владимиров. Суммарно за все время болезнь победили 5254 пациента. Однако есть и новые случаи заражения. Диагноз подтвердился у 119 жителей края. Поэтому быть внимательнее к своему здоровью и соблюдению мер профилактики очень важно. В Ставрополе завершается строительство детского сада на улице Тюльпановой. Он рассчитан на 280 малышей. В двухэтажном здании уже обустраивают игровые площадки для детей разных возрастов. В дошкольном учреждении будет бассейн музыкальной и спортивной залы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография». На эти цели с федерального и краевого бюджета выделено 255 миллионов рублей. В Плитгорном районе ремонтируют три медучреждения. Работы идут в Нежинской врачебной амбулатории, Бекешевской и Юцкой участковых больницах. В последних двух зданиях реконструкция на стадии завершения. Там установили новые окна и двери, привели в порядок кровлю. В Нежинской амбулатории строители отштукатурили стены и покрыли полы плиткой. Работы идут под эгидой программы развития здравоохранения. Автомобильный мост отремонтируют в Апанасенковском районе. Он расположен на участке дороги Дивная Большая Джолга Красочный. Объект построили почти 60 лет назад и с тех пор не обновляли. Со временем движение автомобилей на этом участке стало опасным. Но скоро сооружение получит новую жизнь. К работам приступили. Завершить их планируют к концу года. Ясельный корпус детского сада строят в селе Александровском. Он сможет принять 55 малышей. В здании оборудуют раздевалки, буфетные комнаты, спальни, музыкальные и спортивные залы. Дополнительно на территории учреждения обустроят новые игровые и групповые площадки. Работы ведутся по нацпроекту Демография.